всем привет дорогие друзья из алании в этом видео я вам расскажу о новых правилах жизни в турции а точнее о правилах которые введены с 20 октября по всей стране самое главное правило заключается в том что с 8 вечера до 10 утра запрещено появляться на улице то есть появляться на улице выходить на улицу могут только те у кого на это есть разрешение это могут быть госслужащие журналисты и так далее по постановлению правительства турецкой республики все граждане обязаны находиться дома с 8 вечера до 10 утра и насколько долго продлится вот этот вот период на данный момент неизвестно если в россии например период с 15 октября до 15 января то в турции этот период не известен это правило было введено это постановление было введено 20 октября и самое главное о чем нам расскажет айхан начали этого видео это а том каким образом сейчас происходит обучение в школах и в университетах в турции и си дэном дэъ и не ясаклара гелли бна горе оккуллары тюмикапанды и покол ортогул и лисе в универсидае и тиму за кассе ясно сады же бун у харчин да сады к речке речке и а цикбраакла В Китае, что касается магазинов в Турции, магазины также открыты с 10 до 10 утра до 10 утра, до восьми вечера и никаких ограничений по поводу посещения магазинов нет единственное ограничение и правило это ношение маски в магазины можно входить только в масках и например это касается не только больших супермаркетов но и всех маленьких магазинчиков в самом центре Алани есть вот такой вот потрясающий магазин где можно купить самые разнообразные виды сыров меда оливок разного лукума и так далее и все это натуральное привезено из разных уголков турции также есть масло сыр мягкий твердый и так далее и мы очень любим покупать вот этот вот сыр это сыр он немного напоминает пармезан но он достаточно твердый и очень очень вкусный поэтому когда вы находитесь в Аланье обязательно приходите в этот магазин и покупайте все самое вкусное и свежее что производится в Турции ну и конечно же не забывайте маски шевее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Магазинов Редактор субтитров А.Егорова центров и так далее. Если говорить о маленьких магазинчиках, то на маленьких магазинчиках частных таких объявлений нет, но на крупных магазинах, давайте посмотрим, есть ли такое объявление на этом магазине. Это частный магазин, но он достаточно большой. На этом магазине также висит 14 правил защиты и запрещен вход без масок. Сейчас мы с вами отправимся на пляж в район Дамлаташ. Покажем вам, что же происходит на пляжах и расскажем о том, каким образом разрешено посещение кафе, ресторанов, каким образом они работают. Сейчас мы выезжаем с пятничного рынка, с самого центра Алании и направляемся в сторону Дамлаташа. Поскольку день, когда мы снимаем это видео, воскресенье, то, как вы видите, некоторые магазины закрыты. Но большинство магазинов, практически все магазины на центральных улицах Алании открыты каждый день. Также в воскресенье, как и в обычные дни гуляет много народу, люди отдыхают, наслаждаются хорошей природой, погодой, катаются на велосипедах, гуляют с детьми, прогуливаются по набережной. Сейчас в Алании стоит просто потрясающая погода, практически жаркая-жаркая осень. Днем очень тепло, вечером, конечно же, уже прохладно. Но днем можно наслаждаться солнцем, теплым ветерком, гулять на пляже, вдыхать потрясающий лечебный аланийский воздух. Ну и, конечно же, наслаждаться городом. Мы приехали на Дамлаташ. Это один из классных районов Алании, где мне кажется, один из самых приятных районов Алании для отдыха, потому что здесь и море, и зеленые парки, как вы видите, детские площадки, ресторан. И очень близко к центру. Здесь есть и спортивные площадки. В общем, отдыхать и находиться здесь одно удовольствие. Как вы видите, люди свободно гуляют, как я уже сказала, с 10 утра до 8 вечера. И сейчас пройдемся с вами по детской площадке. Покажу вам, что же здесь происходит на детской площадке. И мы с вами обязательно также спустимся вниз на пляж, спустимся к морю. Детей очень много. Воскресенье все развлекаются, катаются на качели. И, как вы видите, прямо здесь и рядом расположены и спортивная площадка для тенниса, тенниса для баскетбола. Есть столы для настольного тенниса. И есть также тренажеры. Солнце у нас сейчас в зените. Погода очень комфортная, не жарко, не холодно. В общем, супер. Как я уже сказала, народу очень много, потому что погода очень комфортная. И сейчас спустимся с вами прямо к самому морю. Давно мы с вами не были на берегу моря и не наслаждались шумом моря, волн и вот этой вот всей красотой, которая у нас есть в Аланье. Да, это, конечно же, правило для всех. Нахождение на улице вне своего личного пространства обязательно для всех. И, как Айхан выше сказал, нахождение без маски также штрафуется. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила. А сейчас мы с вами на пляже и спустимся на самый берег. Кто-то сидит в куртках, кто-то, как вы видите, загорает, ходит в плавках, в купальниках. Но в основном люди приходят и наслаждаются солнцем, дышат морским воздухом, ну и, конечно же, отдыхают, слушают звуки моря, что мы с вами тоже сейчас и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот у нас здесь красота, друзья, на пляже. Как вы видите, народу очень много. И если вы не смотрели мои предыдущие видео с этого года, апреля, мая, июня месяца, когда был полный карантин и комендантский час, оставлю ссылки в описании, тогда было даже запрещено находиться на пляже, заходить на пляж. Штрафы, были штрафы, обязательное также ношение масок. В общем, все очень строго. И сейчас мы с вами отправимся также в один из торговых центров и на центральную улицу Алани. Расскажем вам о том, что происходит в ресторанах, ну и, конечно же, каким образом пользоваться транспортом и государственными учреждениями. Если говорить о ресторанах, то рестораны также работают с 10 до 20. И вот в этот период с 10 до 20 блюда можно только заказывать на вынос. Как вы видите, в ресторанах собрали все стулья, столы. И, к сожалению, сейчас в ресторанах сидеть нельзя. Только на вынос. Это касается ресторанов, кофеен, пекарен и так далее. Только на вынос. Вот таким вот образом можно воспользоваться услугами ресторанов. И это касается ресторанов по всей Турции. Некоторые рестораны перешли на доставку, а некоторые рестораны просто закрылись. И, например, есть вот такое вот объявление здесь у ресторана. Прощаемся с вами до лучших времен. Мы закрыты. И, как вы видите, к сожалению, все закрыто. А буквально пару дней назад здесь было очень-очень многолюдно. Канатная дорога, как мы видим, тоже работает. Здесь стоит достаточно большая очередь. Сейчас покажу вам цены. Сколько стоит воспользоваться канатной дорогой. Туда-обратно стоит 26 лир. Вот так вот приезжают кабинки. Народ заходит, выходит и едет наверх на крепость. Каждая кабинка, когда приезжает вниз и наверх, она дезинфицируется. То, что касается общественного транспорта, конечно же, все таксисты также должны носить маски, водители автобусов. И для того, чтобы сесть в общественный транспорт, необходимо также иметь при себе маску. Как я уже сказала, мы с вами сейчас находимся на Дамлаташи. И на Дамлаташи также расположено большое количество отелей. Поэтому каким образом, что происходит с отелями? С отелями все в порядке. В отель вы можете приезжать, заселяться. Ну, конечно же, также соблюдаются все нормы дезинфекции, маски, постоянно комнаты обрабатываются и так далее. И, как известно, для посетителей отелей, если в отелях есть рестораны, то для посетителей отелей они открыты. Но только для посетителей, для постояльцев отеля. Вы не можете прийти в отельный ресторан извне. Все остальные рестораны в городе, к сожалению, закрыты. Вот такие вот есть небольшие послабления для туристов. Если отель большой, пятизвездочный, с огромной территорией, то, конечно же, на территории по территории отеля можно передвигаться совершенно свободно. Участливый ресторан, западный ресторан и специально. Ахинационный ресторан, несмотря на то, что вы получаете работы с кодом и сутками, которые у нережные рестораны его требования, то, что вы соответствуют с компанией, пятизвездочным, посещ mettre кодом и сothèm из-за��ли, дезинфекции. Также, кодом на территории, если вы выходите об этом, то есть это в логике, В результате этого службы очень важны. В этом случае, мы плачем 100% ежедневно и я думаю, что это структур и плачет. Как Айхан сказал, для того, чтобы воспользоваться транспортом, для того, чтобы посещать банки и, конечно же, государственные учреждения, необходимо загрузить приложение, которое называется HES. В описании к этому видео оставлю ссылку. Вот так вот оно выглядит, зелёненькое. И для того, чтобы воспользоваться этим приложением, ничего особенного не нужно, просто нужно иметь телефон. Это приложение есть на турецком и на английском языке. Здесь есть меню. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет ввести номер телефона. И вот здесь, где написано My Passcodes, нажать на эту кнопочку, на эту категорию, и там будет ваш код. Либо код можно получить по SMS. Мы сейчас приехали в один из торговых центров Алани. И здесь действует такая же система. Работает с 10 утра до 8 вечера. Все рестораны наверху на фудкорте закрыты. Есть только пакет сервис. И, конечно же, вход в масках, и вам проверяют температуру. Поэтому система вот такая сейчас в Турции по всей стране касается всех магазинов и ресторанов. На входе также стоят дезинфекторы и проверяют вашу температуру. И вот такие вот дезинфекторы для дезинфекции рук. Мы начали с вами наше видео на пятничном рынке и вернулись обратно опять на пятничный рынок. Не забывайте о том, что есть три категории людей, скажем так, находящихся в Турции и людей, которых касаются или не касаются определенные правила. Первая категория – это граждане. Вторая категория – это иностранцы, проживающие в Турции с видом на жительство. И третья категория – это туристы. Если говорить о запрете с 8 вечера до 10 утра выход из дома, то этот запрет в данный период не касается туристов. Если вы выходите из отеля, если вы турист, и если вас остановит полиция, вы просто должны подтвердить, что вы являетесь постояльцем того или иного отеля. Если вы гражданин и ваш рабочий период, рабочее время заканчивается в 8 вечера, вы выходите с работы и вас останавливает полиция, вы также должны подтвердить, что вы идете с работы. В общем, друзья, очень много всяких разных правил, но самое главное правило – это, конечно же, ношение масок. И для нас, для граждан, это запрет на выход из дома с 8 вечера до 10 утра. Что касается туристов, туристы могут выйти из отеля, но, конечно же, все магазины, как вы видите, рестораны – все будет закрыто. Можно прогуляться только по набережной. И, как мы уже сказали, до которого времени продлится этот запрет, неизвестно. Если вам что-то непонятно, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии, я постараюсь на них, на всех ответить. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, только у нас вы узнаете все самое интересное и полезное. Будьте здоровы и добро пожаловать в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.